всем привет народ с вами ракула личность сегодня я решил продолжить рубрику противостояния точнее даже не продолжите просто сесть и как-то поиграть немножко но решил не зайти не создать комнату сам как я обычно всегда это делаю ждать кого-нибудь а решили выходить посмотреть выбирать битвы то есть эти вы сражения и найти с кем я могу сыграть в итоге да я нашел с кем я смог сыграть и получилось просто невероятно получилось просто прекрасно получился прекрасный бой я прям извините как-то странно говорю я под впечатлениями первые видеоролик мне вообще не удалось записать я там постоянно нес какую-то ерунду серебри и колбикал и и и рассказывают это все вот итак огонь и свист парня зовут дэн 555 005 играл он затем я играл за спарту здесь вы видите наши составы копейная фракция спарты из ярости спарты взял яский лист также еще вот просто взял спарты взял спарту из ярости спарты против тела я смотрел как этот игрок играет вначале он играл со своим другом там смотрел и довольно так слабенько ну не слабенько так средний сырка сыграл вот и взял я в расчет но когда я увидел это я просто думаю блин а вот это вот будет интересно он написал что этот состав ему посоветовал друг состав очень сильный пути без конницы делала у тела метра так как хороший погнуть конница только если тоже 1300 здесь мы видим раз два три четыре шесть кельтских мечей то есть кельтские воины 6 мечников два отряда крестьяновобранцев пресекнувшие один отряд один отряд бракийских воинов и 10 отрядов воинов племен это просто нечто то что-то и чем это все убивать у меня же ведь спартанские гоплиты которые основаны только на основываются только на защиту то есть у них высокая защита как правило да это копейщик они бьют мечников торг но как даже показывал спарта спартакус до процент это самый сильный мечник от 700 до 800 монет за 740 воины племен самый сильный мечник и противостоит ли вообще к копейщику до копейщику но при этом при поддержке скелетов которые кидаются своими вот дротиками и при поддержке лучников все у меня же 8 отрядов обычных спартанцев 8 скелетов 3 лучника критских и генерал царские спартанцы и теперь давайте посмотрим как все это вообще будет выглядеть но ускорая битву вот здесь я сближаюсь соперник он начинает я вижу ходить я думаю нужно пока он не обошел резко его атаковать если начинаю его атаковать он мои отряды то есть все лучники приступили к обстрелу кельских воинов кельских воинов броня всего лишь 45 лучники даже в лоб хорошо расправляются своими стрелами до брони броня не броня анс отразить атаку стрелковую 40 процентов силу вам просто как это кельта этом плюс какой-то он кидаются в русский ритик отряд сил тают на глазах 128 остается добежитых в итоге 80 человек только разбиваются погибают под копьями и сталкиваются со спартанцами спартанцев заметьте ребят я просто все спартанцы кроме генерала генерала перевожу в фаланге генерал не перевел потому что на него бежит слабый отряд довольно кельские воины здесь так и здесь все лучше вообще здесь то есть они пошли в обход поэтому спартанцами спартанцев я поставил так чтобы они быстрее как можно быстрее разобрались с соперником отразили натиск резко разобрались соперники спартанцы все равно на эти клопки царские здесь отряд влетает то есть 163 новобранцев здесь влетают все остальные отряды здесь уже побежал отряд кельтских войн в тот самый первый здесь отряд кельтских войн также дрожит тут спартанцы спартанские гоплиты нужно будет ставить в обычный строй чтобы они атаковали копейщики кристерного братца быстро с ними разобрались но это я не подумал первая ошибка такая небольшая здесь я разбиваю отряд кельтов и бой завязывается с этим отрядом и с этим отрядом стянуты были весьма в итоге все равно вложу своих спартанцев вот так вот провожу выложить я такую в тылу потом вот этих кельтских войн здесь он обошел атакует присягнувшими в тыл мой отряд спартанских гоплитов я пытаюсь расстреливать лучниками но видите они размещаются все в одну такую кучу вообще не тактично как я просмотрел я это здесь войны племен бьют моих скелетов скелетом там плохо им больно то есть в окружении парень пошел начинает меня окружать довольно тоже неприятное окружение здесь во фланг бьют скелетов фракийские воины фракийские воины вообще довольно сильные в этом плане привожу этих ребят в ближний бой вот но тут уже он 130 остается 29 то есть все прям довольно плачевно есть что происходит так то есть разбивающий разный отряд у меня кельтами набиты верну чтобы их добить потом разверну обратно чтобы напасть на отряд копейщиков я спартанцев вот развор она развернуть хотя бы успеваю все равно такого не стыла пишет ручники садим отряд туда он стреляет это скорее расстреляют туда воином племен здесь и лучников здесь я смотрите начинаю распределять один отряд сюда другой отряд выше включая тяжелый выстрел и начинаю обстреливать присягнувших и они истощены уже их я добиваю и после вот этих выстрелов смотрите 50 все умирают полководец здесь умирают у соперника полководец начинают дрожать некоторые отряды вон со всех сторон и здесь и здесь и здесь спартанцы здесь при поддержке лучников разумеется справляются что творит тяжелый выстрел просто соперник здесь кидает у меня свой отряд воинов племен а нет нет он отряд кидает вот сюда вот то есть на лучник дрожат у меня скериты скоро я введу свой этих скеритов здесь так вот расположен генералом я прорвал фланг суда атаковал в тыл воинов племен здесь то есть парни вон спартанские гоплиты и с этими дерутся здесь с этими и с этими не стал я их почему-то в фалангу единять и зря потому что этот отряд спартанских гоплитов сильно теперь страдает от воинов племен им нечего противопоставить копейщики которые лягут от этих мечников спокойно побеждают а вот здесь видите даже воины племен ставшие они проигрывают спартанцев которые измотаны больше сильнее держатся у них фаланги концентрация у них сильно держится усталость они мельче устают лучше подвержены усталость кельские войны сюда вот как это произошло кельские войны здесь кидаются на спартанцев дайте они здесь тоже разобьют сейчас помнуть довольно хорошо 45 и утаковали я лучников своих быстрее увожу и стараюсь спартанцами спартанские гоплитами убить 7 9 они убили до 60 стараюсь ими перехватить воинов племен пытаются крым сайт ребят я увожу тяжелый выстрел также до сих пор включен царские спартанцы здесь дерутся да это отряд который я вывел из боя сюда кинул и эти кидаются ребята на моих скелитов спину я резко переключаю на тяжелый выстрел думаю нужно добить вот этот отряд смотрите с какой скоростью он ложится 199 90 вон их уже просто 2 еще один залп еще 30 человек погибает все они уже начинают дрожать этот отряд я прогоняю выстрелами все он убегает их мало остается разворачиваю с киритовскими начинаем брать тут спартанца такой структур сторонами на войнах решил этот отряд думаю нужно перевести сюда атаковать в тыл воинов племен здесь а лучниками тяжелым выстрелом обстрелять также этот ряд чтобы не успел убежать ведь даже в лоб они пытаются закрываться щитами но тяжелый выстрел пробивает их щиты спокойно и прям голову их бьет спартанцы прогоняют отряд соперника здесь 58 воинов племен спартанский гоплита в тыл атакует прят убегает дрожит отряд здесь уже 72 и здесь я смотрите решаю включить свистящий выстрел свистящий и огненный выстрел своим лучником первый отряд который убегает от этого то есть с кириты спартанский гоплиты то действует он сразу даже когда только выстрел полетел он сразу действует на ребят здесь даже до того как попал потому что свист начинается с момента запуска стрелы бью свистящим огненным выстрелом здесь все отряды начинают это то есть попадают все отряды под обстрел ближний бой 22 спартанца даже выше ближний 8 28 вот здесь у этих ребят 22 нижний бой попадают все подобные на свистящий выстрел но здесь отряд снова уже погнали отряд здесь отряд 68 воинов племен 66 честно погибать от рук нашли спартанцев все они погибают тоже они начинают бежать пекста со всех сторон атакую я отряд здесь также огненный свистящий выстрел думаете 89 смешников нужно прогнать здесь меня доедают просто у меня последний транспортанский гоплитов держится очень хорошо держался и даже держится так что умудряется прогнать остальные как-то отряды но он все-таки бежит сломались огненный свистящий выстрел выбивает отряд новая отсюда и убивает отряд отсюда все со всех сторон атакованы я даже не добиваю их то есть я распределяю свои войска начиная перегруппировку у одного отряда у меня здесь вот у этого до заканчиваются стрелы и я про свистящие и я переключаю свист даю этому отряду огонь здесь свист здесь дрожит у соперника отряд фракийских воинов здесь истощенные истощенные очень уставшие все истощенные питаю я генерала спартанцев сюда эти отряды сюда и здесь бью огнем и свистящим выстрелом снова они убегают здесь тоже были особыми выстрелами даже нет просто уже вон все они просто бегут вот полетели несколько стрел все спартанцы царские спартанцы отразили натиск успешно здесь этих истощенных ребят из воевали все какой вот бой друзья по и очень интересно прям я остался под впечатлением несмотря на что на то что это бой в поле но этот тактический шедевр как я считаю именно спас огненный свистящий выстрел фаланги гоплитов построенные вначале чтобы сдержать натиск соперника с кириты которые атаковали именно били копьями сначала противников в лоб именно закидывали своими дротиками а затем защищали тыл и прорыв во лбу в итоге из-за того что лоб оказался не таким крепким против такой защиты моей и лучники разумеется он дин тяжелый огненный свистящий выстрел просто лучники были использовали вовсю абсолютно вовсю каждый выстрел то есть каждая способность каждого отряда была задействована здесь на все способности этих отрядов генерал и генерал разумеется навык второе дыхание был поэтому генерал был вечно свежий вечно свежий для боя мог сражаться и дальше такой вот бой сейчас я вот записал его сейчас прям вы уже пойду вам покажу спартанцы набили просто каждый отряд показал себя идеально даже те которые убили мало нет они все равно показали себя отлично ибо они задержали отряды противников которые там либо делали все время можно сказать почти было рассчитано вот то есть каждый отряд повлиял на приложил грубо говоря свой удар к победе вот на этом все парни подписывайтесь на канал всегда ходите проверяйте я всегда буду делиться с вами разными секретами разными красивыми битвами которые у меня получится постараюсь придумать также что-нибудь интересное ну вообще у меня много идей ну да ладно об этом потом сейчас думаю на этом все заходите в дискорд залетаете ставьте лайк и дизлайки пишите комменты понравилось или нет до следующего видео